34-летнему Егору Купряшину пришлось заново учиться самостоятельно дышать и ходить. В стационар в РКБ он поступил два месяца назад в очень тяжелом состоянии, но смог побороть болезнь. Я благодарен всем врачам, медсестрам. Здесь такой медперсонал, которые помогают во всем. Девочки здесь молодцы. Благодаря ним только я, наверное, здесь и выживу. Коронавирусом болеют все, в том числе и сами медики. В России 33-летний врач-рентгенолог Артем Денисов попал в ковидный стационар три недели назад. Прививку, говорит, сделать не успел. Понадеялся на молодой и сильный организм. Сейчас жалеет. Две недели был на двух баллонах кислорода. Сейчас уже постепенно все снимают. Становится легче, но все равно еще процесс долгий, потому что объем поражения очень большой. Через полгода обязательно реакцинироваться буду после этого, потому что такое никому не советую еще переживать. Во всем мире не утихают споры вокруг прививок от коронавируса. И это несмотря на постоянный рост заболевших, новые штаммы COVID-19 и переполненные больницы. А что думают о вакцинации те, кто прямо сейчас лежит в больницах и борется с коварным вирусом? И очень жалею о том, что перед тем, как заболеть, не сделала вакцину. Благодаря усилию докторов я выжила. Очень тяжело. Прививайтесь, пожалуйста, люди. Берегите свое здоровье. Очень плохо. Девочки все. Делайте прививку, пожалуйста. Просто тяжело. Это очень тяжело. Иначе им тоже трудно. Им тоже не легче. Вот столько больных лечат они. Главное – берегите здоровье ваше, чтобы никому не было плохо. За прошедшую неделю в стационар инфекционного корпуса в РКБ поступило 194 человека. Всего же сейчас там лечатся 362 пациента. У нас отделение заложено полностью. Пожалуйста, очень вас просим всех вакцинироваться. Позаботитесь о здоровье своих и близких. И вы нам этим самым облегчите лечение. Так что, если вы еще не сделали прививку, советуем поторопиться. Пройти вакцинацию можно в восьми учреждениях здравоохранения округа и пяти мобильных пунктах. Екатерина Борисова, Елена Кошелева. Видное ТВ.